здравствуйте всем кто смотрит мой канал сегодня хочу рассказать вам заявленную тему хочу рассказать вам про моих мужчин давно мы не разговаривали об этом меня больше просят по улицам гулять показывать домики когда я с вами беседу виду но вот я так и делаю расскажу вам сегодня про дэвида а тут понимаете вижу я что много же у меня новых подписчиков как-то образовывается постепенно и поэтому люди не в курсе задают вопросы а кто это а что это поэтому смотрите я всегда либо в описании даю ссылочки чтобы можно было посмотреть начало этой истории либо обычно наверное даже удобней вот я сейчас вам наверху в правом верхнем углу оставлю ссылочку она обычно выплывает буква и там такая в кружочке вы на эту ссылочку кликаете и вы можете посмотреть первую часть кто не в курсе по поводу дэвида и так же как обычно будет вам небольшой сюрприз в конце моего видео шла издалека подумала что это настоящая собака сидит представляете немного расскажу предысторию тем не менее про дэвида мы с ним познакомились этим летом он приезжал сюда на элло вайт отдыхать в отель познакомились подружились потом он уехал к себе он живет в лондоне ну вот рантье я как бы да как он рассказывал и что у него еще работа есть какая-то в страховом агентстве он просто-напросто вот этот страховой агент да работа такая небе лежачего как он рассказывает он всего работает наверное три раза в неделю здесь у них почти у всех парт-тайм то что я вам подчеркивала частенько так вот работают здесь люди мы с ним были на связи все это время и он вроде бы как приглашал меня к себе на туда лондон он живет сказал что он живет в хорошем доме ну и я конечно решила что я съезжу к нему обязательно буду обратно ехать я к нему съезжу я когда возвращалась из сергеевки не смогла к нему заехать как-то знаете не получилось у меня ну думаю сейчас буду возвращаться я из россии как раз тоже мы с ним на связи думаю что как раз я к нему и заеду почему бы и нет оставлю я свой багаж может быть где-то в камере хранения потому что тезолый чемодан я везла из россии в общем мы с ним списались по ватсапу мы переписывались я ему написала что я вот возвращаюсь 20 ноября и что я бы хотела как ты меня приглашаешь так я бы хотела все-таки у тебя побывать что ты по этому поводу думаешь что вы думаете дэвид как-то резко пропал на мое письмо не ответил и вообще так скажем исчез да вот я не стала ему не перезванивать ничего думаю все мы люди взрослые он понял если он меня приглашал и я в общем написала что я хочу приехать то понимаете человек пропал ну и бог с тобой как говорится что же его искать буду что ли не успела я приехать 20 числа я уже дома и он мне 21 сразу же звонит по ватсап говорит галина здравствуй ты приехала я так рад я очень рад может быть давай как-то поговорим вот видео да я хочу тебя посмотреть я хочу тебя увидеть я вот тут у меня все в порядке то есть понимаете он позвонил как ни в чем не бывало и вот значит опять давай все эти разговоры вести ни о чем я вы знаете этой истории очень удивилась думаю о какой-то мужичок такой мутный недаром мне говорили что что-то с ним не то раз он так сразу спрятался когда я решила к нему приехать ну я ему естественно это говорю ты знаешь дэвид как-то странно это все ну вот получается что когда я захотела к тебе приехать ты вроде меня приглашал приглашал и в конце концов ты исчез пропал когда я была в лондоне почему ты пропал посмотрите я вас привела одно еще одно красивейшее место даже не знаю там наверху вон видите вот такое ощущение что это какая-то церковь старинная да а а вроде и нет а вроде и да даже не знаю или нет наверное все таки какой-то какая-то была раньше церковь а теперь так я понимаю ее переоборудовали под жилье и здесь кто-то живет вот по крайней мере вот этот вот очень большой длинный дом красивая у него здесь такая территория а здесь посмотрите и рядом один один еще маленький такой как коттеджики что ли что это такое я не представляю сколько у нас здесь таких места друзья которые я даже никогда и не видела и вот этот вот опять странный огромный дом похожий на церковь компании приложу что это может быть скорее всего что это опять private территория я зашла попробую еще с той стороны зайти вам показать здесь вот какие-то эти домики они однотипные но это жилые домики вот видите там и номера квартир и название этих коттеджей здесь жилое но тогда получается что этот большой огромный дом похожий на церковь он тоже жилой не знаю сейчас обойду вокруг бывает за бреду в такие места что и не представляю даже где это и что это а вот видите здесь я зашла здесь похоже ремонт какой-то реставрация это вот сзади вот этого вот большого дома ну там и наверху леса вы видите да 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 точно это это церковь какая-то реставрируется под дом наверное так да такая она там кричат рабочие я так понимаю да ну вот не знаю стоит не стоит дальше смотреть вокруг ходить обхожу вокруг пролезла там через такую грязь строительный мусор вот зашла с другой стороны ну да точно это все старая какая-то старая церковь ведь у нее верхушки какие ну это естественно церковные и что она сейчас то ли реставрируется то ли она может быть полностью переделывается под дом здесь еще и садик такой посмотрите классный а я имею ввиду территория сада большая красивое место вот брожу территория закрытая опять куда меня занесло вот и там сзади посмотрите какие домики классные стоят тоже частные коттеджи такая территория хотя с этой стороны конечно довольно неприглядно сейчас поползу через эту грязь обратно мой 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 вот вы знаете когда я просто так хожу с камерой по улице без стабилизатора то как-то никто не волнуется все в порядке а когда я со стабилизатором он такой огромный начинает все спрашивать почему я снимаю здесь еще здесь делаю вот и получается опять дилемма без стабилизатора камера трясется со стабилизатором не могу ничего показать так вот дэвид странным образом себя повел когда я стала ему говорить что ты же меня сам приглашал и я хотела конечно побывать у тебя посмотреть как ты живешь он мне знаете что говорит ой да ты знаешь я не подумал да я тебя приглашал но что тут у меня смотреть я живу один у меня здесь не убрано у меня здесь вот так познать по холостяцкие квартира такая тебе не понравится дом мой мой сад запущенный не понравится я говорю дэвид на ну что ты почему-то так решил я же все прекрасно понимаю и просто думала что мы с тобой как-то знаешь погуляем где-то в лондоне ты мне покажешь ты же сказал что у тебя машина есть что ты меня куда-то повозишь может быть как я его я же его возила там по острову айлоуайт когда мы познакомились у меня автомобиль есть а он приехал не на автомобиле потому что здесь дорого через канал на автомобиле ну в общем мужчина я знаете как какой бы достаток не был да и вообще не мужчина англичане какой бы у них достаток не было не всегда денежки считать умеют чается что когда он был здесь у меня то я его возила показывала ему остров как говорится тратилась на бензин всяко разно но я же об этом и не думаю как-то по простому здесь все подумала что и он меня будет там на своем автомобиле куда-то вывезет что-то как-то но как говорится не тут-то было дэвид нашел вот такой вот странный повод что якобы вот он меня к себе принять не может у него там грязно но как я не пыталась тут его убедить что для меня это совершенно все абсолютно понятно и я даже на это не обратила бы внимание он говорит я тебе смотри пришлюсь от фотографии своего дома чтоб все-таки ты поняла что у меня дом есть что я никакой тут не обманщик вот посмотри как у меня в доме грязно и вот сейчас покажу вам фотографии которую он мне прислал на на ватсап вы знаете это просто интересно посмотрите посмотрели фотографии да и что вы думаете по этому поводу вот для чего он мне их прислал что там можно увидеть что там можно понять что это вообще было он вроде бы человек неглупый так я помню что как-то вроде понимающий ну и чё он зачем он мне прислал эти фотографии ждала когда уедет этот автомобиль хотела вам показать такой красивый дом аплей аплей фарм ферма аплей парк вот это и здесь ферма аплей это вся территория называется аплей очень старые постройки здесь и и не знаю вот даже какого года это надо погуглить посмотреть аплей это все таки ж наверно не переводится это просто название этой местности ну то есть что вот показал он мне там ну стол заставленный да зачем это было фотографировать ну не знаю там кровать может быть без покрывала но что здесь такого что такого страшного как говорится ничего страшного на все это вполне понятно да и потом это все элементарно убирается тот же стул понимаете он мог бы убрать моему приезду да даже если бы он его и не убирал то ничего страшного я думаю не произошло бы ну то есть такая понимаете отговорка какая-то непонятная я очень не знаю я разочаровалась я так поняла что мужичок темный что-то у него не то и он даже не хочет об этом говорить так что я сказала дэвиду да без проблем господи но ты при меня пригласил я согласилась приехать оказалось что ты меня и не ждешь то как бы нет проблем ради бога и тут вы знаете он мне довольно странно опять пишет что да нет ты знаешь я ведь о тебе все время думаю ты у меня из головы не идешь ты вот такая интересная женщина тем более что ты русская опять начал мне вот эту лапшу все вешать да и говорит что я думаю что если уж ты хочешь встретиться тут тут осталось совсем недолго и я могу к тебе приехать либо на крисмас тайм в декабре у я знаю что у вас найло уайт на острове много всяких интересных тоже бывает мероприятий представляете ибо я к тебе приеду в мае месяце или в июне как в прошлом году и мы тогда с тобой опять можем все обсудить поговорить то есть то есть понимаете вот история какая он на не хочет меня терять потому что но это знаете как родственники приезжают родственники из москвы приезжают кому-то на юг кто живет на море знаете да держит на связи всегда этих родственников и как только лето жаркое так они все дружно куда-то нам на юг к морю так и здесь такая же история значит вот мой этот хитромудрый дэвид он решил что зачем это я буду там к нему приезжать я даже не знаю я не знаю что произошло тут как мне говорят мои много знающие знакомые говорят что да у него наверное он наверное женат у него там наверное женщина живет но не знаю может быть и так все уже как говорится может быть я удивлена конечно этим немного если он считает меня за такую дуру да скажем так что он сам то не хочет чтоб я к нему приезжала но хочет чтоб он приезжал ко мне сюда на прелестный остров уайт просто интересно и даже на крисмас тайм ну то есть вот на рождество он хочет сюда приехать хотя понимаете какая история ведь по идее наоборот на рождество больше всяких мероприятий всяких интересных пати руки там везде это же больше в лондоне наверное интереснее проводить то рождество все люди едут туда у нас я понимаю на пляжный сезон приезжать интересно а часто у нас на острове чего делать холодно здесь в общем человек мутный человек странный я ему сказала что ты знаешь дэвид я думаю что если ты не хочешь встречаться если ты не хочешь меня приглашать к себе то наверное я не думаю что я буду рада видеть тебя у себя и вот понимаете я убеждаюсь уже который раз наверное замечаю что насколько они все-таки хитро мудры англичане ну вот как вот можно так неужели он на самом деле считает что я настолько глупа что вот он будет вот так себя вести странным образом сначала приглашать меня потом вдруг исчезать резко когда я еду мимо как раз и могла бы к нему заехать он резко исчез и после этого вот человек считает как ни в чем не бывало опять вернуться к нашему диалогу ни о чем и значит вот сказать что он может ко мне приехать понимаете что это же просто смешно друзья поэтому думаю я что я вам рассказала ничего там интересного с дэвидом наверное не получится но я его пока не удалила сказать по правде потому что не знаю почему в общем просто не удалила да и все посмотрю чем это кончится история потому что он мне все пишет и пишет он сейчас прям стал чуть ли не каждое утро я перестала ему писать после нашего разговора я писать ему перестала потому что думаю ну чё тут писать то господи я не хочу быть настолько глупой чтоб меня так использовали ну а он вот мне все пишет и пишет каждое утро там розочки шлет доброе утро хелло хелло видите сколько здесь в парке собачников красивых вот такой сегодня у меня получился сбивчивый рассказ друзья не знаю я сейчас вам покажу обещанный сюрприз посмотрите кому интересно а на этом я с вами прощаюсь увидимся всего вам доброго пока пока а а и и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok